Это время говорить. Я Алена Вченкова. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о фестивале детского кино, который буквально недавно прошел в Владивостоке. Итак, у нас в гостях Александр Владимирович Потопяк. Здравствуйте. Он является членом комитета фестиваля «Веселая ларга». Дарья Куваева, лауреат фестиваля. Здравствуй, Дарья. И Вячеслав Мызгин, участник фестиваля «Веселая ларга». Здравствуйте. Здравствуй. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое фестиваль «Веселая ларга». Ну, в самом названии собственный ответ содержится. Это фестиваль детского кино. Последнее время стало очень просто на все снимать, и дети этим видом творчества стали активно увлекаться. Если мы заглянем в YouTube, то мы увидим, сколько там выкладывается детских роликов. Ну, о качестве этих роликов отдельный разговор. Ну, и в том числе мы тоже стали проводить фестиваль, чтобы показывать детям, что можно не только, ну, условно говоря, понты свои снимать, но и можно что-то делать. То, что будет интересно не только тебе и твоим друзьям, но и другим людям, и что-то им полезного говорить этим фильмом можно. Скажите, а когда зародилась идея? Я знаю, что вы стояли у ее истоков. Ну, идею делать фестиваль придумала директор нашего фестиваля Татьяна Викторовна Никитченко. Она является руководителем клуба «Следопыт». Это информационно-краеведческий клуб в центре детского творчества города Владивостока. И вот четыре года назад она придумывала идею этого фестиваля, поскольку она очень хорошо, я всегда удивляюсь таким людям, чувствует, ну, конъюнктура такое не очень хорошее слово, ну, собственно, она отражает то, о чем речь. Вот она почувствовала, что это детям нужно, что это детям интересно. И первый наш городской фестиваль был, хотя мы его обозвали городским, он был весьма скромный. Участвовали в основном участники из центра детского творчества, но он уже все равно был первым, уже появилась эмблема этого фестиваля. И уже второй фестиваль, это было нечто такое довольно значительное, в самом деле городской фестиваль. Нам даже уже на второй фестиваль из Канады фильм мальчик присылал еще из какой-то страны, ну, союзной, но тем не менее, то есть практически открытый международный стал фестиваль. И это нас очень порадовало, и мы почувствовали, что это дело нужное. Скажите, а как в этом году прошел фестиваль? В этом году он прошел не хуже, чем в прошлых годах. Хотя вот на втором фестивале нас очень хорошо поддержали морально наши старшие братья Меридианы Тихова. У нас выступали на фестивале директор, один из директоров Александр Далуда. У нас была председатель этого фестиваля, губернатора нашего жена. Они поддержали, дети почувствовали, что они не одиноки, что есть куда стремиться ввысь. И с каждым годом к нам стали притягиваться люди, которые в кинематографии занимают какие-то непоследние места. Вот, скажем, председатель этого фестиваля на этот раз у нас уже был Владимир Граматиков, известный кинорежиссер. Хотя он не был у нас во Владивостоке, но он отсматривал фильмы, мы ему пересылали и свое мнение высказывал. Дарья, скажи, пожалуйста, вот ты в этом году впервые участвовала в этом фестивале? Нет, я в этом году участвовала, если мне не изменяет память, в третий раз на фестивале. Я считаю, что данный фестиваль все-таки имеет право быть и очень даже оправданно. Ребята с огромным энтузиазмом и радостью отдают свою работу на этот фестиваль на рассмотрение жюри. И я очень счастлива, что я имею возможность принимать участие в данном фестивале. И все-таки быть не только участником, но и лауреатом, то есть одним из победителей. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя была работа? О чем она была? На самом деле работа была на свободную тему. Изначально, когда только сказали, что будет фестиваль, и было бы здорово, если бы ты приняла участие, я подумала, что что я могу снять? И вспомнила слова одного известного человека, который я услышала в Орленке на фестивале «Бумеранок». Он сказал, что сейчас для нас, для детей, самое ценное время. И единственное, что мы можем показать, то, что имеет ценность для взрослых, которые ценят нашу работу, это то, как мы живем. И в августе 2013 года я отправилась в увлекательное путешествие, в спортивный поход на речку Акишма в Хабаровском крае. И, соответственно, сам ролик, который был представлен в фестивале, рассказывает о том, как мы провели там 10 дней, все наши успехи, радости, горе, то, что мы переживали, то, что мы пережили, слава Богу. Ну и, собственно, об этом и ролик. Слава, расскажи, пожалуйста, с какой ты работой участвовал на фестивале в этом году? Я участвовал с двумя работами. Первая — это промо-ролик хоккейного клуба «Адмирал», который у нас сейчас открылся в Владивостоке вместе с Фетисовой Ареной. Вот, и, в принципе, его показали на самой Фетисовой Арене. Зрителей было много, все оценили, да, сказали, что молодцы. Я работал не один, работал со своим… Мы на пару работаем с Яриком Лисицыным, он тоже один из участников нашего фестиваля, мой друг, одноклассник практически. И вместе с ним мы делали вторую работу. Второй ролик был посвящен теме семьи и о том, что семья на самом деле сейчас, в наше современное время, мало времени уделяет самой семье. То есть люди, которые в ней живут, они не общаются друг с другом. Они общаются в своих кругах, там, у кого-то свои друзья, у родителей, например, сыновей и дочерей, свои какие-то интересы. Вот, и они не общаются друг с другом. Хотя это сейчас как раз-таки нужно, потому что мы все знаем, что семья – это ячейка общества, и эта ячейка позволяет строить сильное государство, в принципе. Вот, и об этом был ролик. Я думаю, они оба ролика удались. Ну, почему-то их еще не оценили, но… А почему не оценили? Ведь ты такую важную проблему, мне кажется, поднял. Я уверен, что там что-то недоработали, видимо, либо не сказали. Ну, однозначно, я считаю, что раз наш клуб «Следопыт» выиграл гран-при, это, значит, первое место практически из всех клубов нашего края… Это выше первого места. Это даже выше первого места. Ну, я как понимаю, что это все российские даже, то есть работы принимались не только с нашего края приморского, то есть вроде как с Ярославля еще есть какие-то работы. Это значит, что, ну, это, в частности, моя заслуга, что выиграли такое почетное место, и вот можем поехать во Францию. Ну, вот относительно ореола участия работ следует добавить, что почти 100 городов и населенных пунктов участвовало в нашем фестивале. Хотя формально он городской, но он открытый, и вот просто я сам скачивал эти работы, ну, это была такая задача, вот каждый вечер приходишь, и тебе куча ссылок. И сколько надо было просмотреть работы каждый день? Ну, я, благо, не просматривался, иначе я не был членом жюри, я просто скачивал, ну, где-то что-то подсмотрю, я, наверное, был свихнулся. Я не завидую членам жюри, как они смогли все это отсмотреть. Столько работ с 93 городов, более 500 фильмов, вот это вот от нескольких минут до 10-15, а то и больше. С одной стороны, это, конечно, очень отрадно, но с другой стороны, это, конечно, уже для нашего фестиваля в рамках городского, и в рамках, ну, скажем так, городских небольших инвестиций денежных, это уже, это достаточно сложно. Александр, скажите, пожалуйста, каким критерием оценивают работу участников? Что нужно для того, чтобы стать победителем? Я думаю, это классические критерии, вот подходы к фильму, это композиция, это, ну, там много критериев, ну, и, наверное, тематика. То есть можно снимать профессионально, но можно снимать ни о чем. Скажем, ну, вот дети там любят видеоклипы снимать, ну, это можно снять красиво, хорошо, но это никому не нужно, это ни о чем. Скажите, а бывает такое, что, например, человек прислал работу, да, она выполнена некачественно, даже, может быть, где-то непрофессионально, но идея настолько сильная, что она перекрывает абсолютно все и, собственно, вот может стать победителем. Так, собственно, все работы такие. А как дети могут сделать профессиональную работу, даже с правкой взрослых? Но все равно это работы с кучей недостатков. Ну, вот, когда я посмотрел работы, которые сделали вот Слава с Ярославом, Пламя свечи, я на самом деле был вот, ну, очень приятно удивлен. Они такие тихушники, втихаря объединились, они вот даже с Дашей вместе объединились, собственно, фильм какой-то делали. Они немножко, они же как бы уже выпускники нашего клуба, они к нам очень редко сейчас уже заходят на занятия. Они что надо для себя взяли и вот уже снимают сами фильмы. Ну, конечно, я хотел бы их и поругать немножко за то, что вот, ну, есть такая ошибка, придите вы ко мне, ну, вот эту ошибку можно было бы справить. Ну, нет, они вот немножко такие считают, да, себя уже мастерами, но и при этом они по-хорошему удивляют. Вот я ничего себе, такие планы, такие кадры, откуда они это взяли? А идея какая хорошая, вот в «Пламя свечи» ролик, когда семейные ценности нам очень сейчас не достает, надо возвращать. Вот. Ребят, скажите, пожалуйста, а что было сложнее всего? Ну, я на самом деле про себя могу сказать, ну, отлично субъективное мнение, но тем не менее, мне кажется, что самое сложное, это в какой-то момент сказать так, все, хватит бездельничать, надо сделать это вот, все к срокам сдать, не надо вот всякими вот непонятными вещами заниматься в процессе, то есть, знаете, бывает иногда, когда ты начинаешь делать какую-то работу на монтажной ленте, ты сидишь уже полностью вот, полностью вот настроен на монтаж, все здорово, у тебя хорошее настроение, и в какой-то момент появляется такой маленький щелчок, такой, ой, столько много незаконченных дел, начинаешь заниматься делами, которые, в принципе, не имеют отношения к этой работе, но тем не менее, я считаю, что и порой этим нужно пострадать, чтобы снова появилось вдохновение вернуться к своей первоначальной работе, ну, и самое сложное, это сделать все вовремя, хорошо, качественно, и к этому пока еще надо идти, идти, стремиться учиться. А все, что касается техники, вы где ее берете? Камера, например? Своя, покупаем. Покупаете, да? Ну, да, ну, в основном, на самом обычном бытовой камеру, то есть, камера обычная, небольшая, совершенно маленьких размеров, то есть, самое обыкновенное, что есть в каждой семье, практически каждая семья. А монтируете тоже сами? И идеи, естественно, тоже сами предводите? Ну, конечно, да. Все абсолютно сами, да? Благодаря нашим педагогам, которые в Центре детского творчества, вот, например, как Александр Владимирович, у нас есть возможность с ним проконсультироваться по важным вопросам, и, соответственно, какие-то почерпнули для себя знания касательно новых программ, в которых можно монтировать, каких-то способов обращения с видео, то есть, где-то формат поменять, где-то угол съемки по-другому, то есть, на монтажной ленте переделать. Вот некоторые вот вопросы мы благодаря Александру Владимировичу решаем благополучно. Ребят, а какую цель вы преследовали, когда заявлялись на участие в фестивале? Ну, наверное, чтобы нас оценили, чтобы понять, что мы не зря все-таки монтировали эти фильмы. Ну, в частности, наверное, приз влияет. А какой приз? Потому что обещали набрать участников этого фестиваля, победителей, кто поедет на Каннский фестиваль во Францию. На детский Каннский фестиваль, да. На детский. Получается, что Даша поедет на Каннский фестиваль. Ну, это пока еще. Сейчас пока не знаю. Сейчас там какая ситуация. Так передали, что вроде как сейчас с Франции информация такая пришла, что она доверяет нашему жюри. Ну, хотя изначально вроде как наши лучшие фильмы должны были там отсмотреть и выбрать, кто к ним поедет. Но они сказали, ну, раз вы уже оценили, выбрали, у вас профессиональное, мы видим жюри, то давайте вот клуб-следопыт ваш победил, они лучшие. И давайте внутри вашего клуба вы сами решайте, вот кто к нам поедет. Это вот главный приз, это бесплатная поездка. Там второе место, там какой-то частичная оплата и так далее. Первое место бесплатно полностью. Вы будете платить только за поездку. Ну, в принципе, за самолет. Второе место 75% бесплатно. И дальше так до нуля. Ну, то есть там где-то 5 мест, я так понимаю, или 4. Ну, вот на самом деле еще можно сказать, что одной из целей, вот которую я задалась, отравляя работу на этот фестиваль, свою работу, я подумала, что было бы здорово соорудить некоторый такой диалог моих сверстников, одноклассников, может быть. То есть в течение фестиваля проходят разные мастер-классы, когда приходят мои ровесники. Даже бывает, что встречаешь своих друзей. Также до фестиваля проходят разные, можно так сказать, заманивающие, предлагающие, рассказывающие об этом фестивале мероприятия. И я подумала, было бы здорово организовать диалог, поговорить с помощью фильмов. То есть ты показываешь свою точку зрения на мир, отправляешь фильм как бы на рассмотрение жюри. Жюри выбирает, готовы ли они показать для детей, для всей публики, которая приходит на фестиваль. И если такое случается, то мы имеем диалог, где дети разговаривают с помощью телеэкрана, друг с другом рассказывают, что их волнует, что их увлекает, почему они решили поступить именно так, каким образом, какой жизненный путь они выбирают. И вот относительно наград, как бы я продолжу. Да, какие-то у нас есть материальные призы, там типа жесткий диск, там флешка, там еще бла-бла-бла-бла-бла. Но все это вот на самом деле это мелочи. Любая семья это может и сама купить при надобности. А главный приз все-таки не этот. Дети наши, вот уже многие из участников активных медиа нашего кружка, они побывали в лагере Орленок в Крыму на специализированных сменах. Они побывали в лагере Океан тоже на специализированных сменах. И вот это, мне кажется, очень дорогого стоит, гораздо дороже, чем какая-то там фитюлечка материальная. Абсолютно верно, потому что обычно в ходе таких вот смен профильных в лагерях проходят мастер-классы, разные встречи творческие с людьми, которые имеют непосредственное отношение, которые являются профессионалами своего дела, мэтрами кинематографа. Например, я могу сказать, что нам повезло, вот и мне, и Вячеславу повезло побывать в ВДЦ Орленок, это лагерь, который находится на побережье Черного моря, где у нас были разные мастер-классы совершенно разной направленности, начиная от мультимедиа. То есть маленьких клипиков, которые рассказывают в разных жанрах совершенно про какие-то маленькие истории, заканчивая большими документальными кино. Тоже было очень интересно, допустим, рожденную в СССР, нам повезло поговорить с режиссером, то есть фотографироваться, какие-то вопросы задать, которые нас волновали. Увидеть премьеру в то время, пока этот фильм, вот крайняя часть не была показана по телевидению, пока еще все только ждали. Мы в августе видели, а в сентябре показали по телевизору. Вот было очень забавно, то есть, когда опережая время, что ли, быть на шаг впереди, следить за последними новинками, вот, то есть пытаться соответствовать такому высокому уровню. Ребят, но вы хотите в дальнейшем стать режиссерами, или это сейчас только вот хобби? Это вопрос желания, да. То есть у меня лично есть желание монтировать фильмы, и в частности уже появляется желание снимать их. Ну, я думаю, если это делать постоянно, то это либо надоест, либо проснется желание уже стать режиссером. Вот, поэтому, ну, что будет в будущем, я не могу сказать. Ну, участвовать я точно буду, мне нравится это дело. Особенно с такими друзьями и товарищами по команде очень приятно работать вместе. Ребята, а на кого вы будете поступать? Вы сейчас, я знаю, еще в школе учитесь? Да, да, десяток классов. Ну, так иначе, конечно, это увлечение влияет на выбор будущей профессии, но это как бы сравнимо, в принципе, как и с книгой. Ты книгу прочитал, много всего нового узнал, подчеркнул, но не факт, что ты станешь каким-нибудь писателем или историком, скажем, историческую литературу ты прочитал. Мне кажется, это некоторый такой огромный аспект, то есть часть составляющей жизни, которая делает огромные усилия над тобой, то есть влияет на тебя. И наверняка я буду думать про выбор профессии, оглядываясь на свой опыт участия в данном фестивале. Я думаю, что журналист — одна из профессий, которую я в будущем могла бы освоить с радостью и удовольствием. Но это пока только мысль, раздумья, еще много всего предстоит узнать, ведь за год может столько всего нового произойти. Правда. Вот по большому счету есть такое ошибочное мнение, и оно вот в последнее время даже вредное мнение, что вот раз дети занимаются сейчас съемкой кино, значит, они должны идти в режиссуру, в эту область. На самом деле мы детям стараемся дать спектр, мы им даем интересное детство, интересное общение. На самом деле важно не то, какой они фильм сняли, а что в процессе съемки этого фильма происходило, как они общались, как они сдружились. Вот какие-то вот эти эмоции и отношения гораздо важнее, чем конечный результат. Вот относительно детей и относительно того, что мы взрослые этим детям преподносим. А прагматическое вот такое отношение, что школа для того, чтобы поступить в институт, институт для того, чтобы потом хорошо зарабатывать, оно вот сейчас очень распространенное, и мне очень оно не нравится. Ну а сейчас короткая реклама, не переключайтесь. Александр, вот я знаю, что в этом году прислали 500 работ. Это больше, чем в предыдущих годах? В предыдущих, по-моему, было 400 с чем-то. Ну вот на самом деле, начиная со второго фестиваля, примерно одинаково, но по чуть-чуть растет. Но вот в этом году очень большой ареал был по части городов, с которых прислали, вот я уже говорил, чуть под 100 населенных пунктов, с которых нам прислали фильмы. В этом году следует отметить, ну вот в отличие от прошлого года, большой взрыв мультипликационных фильмов. Прям чуть ли не десятками присылали. Это оказалось очень доступно, это оказалось очень интересно. И вот Петр Иванович Анофриков с Новосибирска, у него мощная студия мультфильмов, он профессионально этим занимается. Мы смотрели эти фильмы, которые делают 3-4-5-летние дети. Ну, естественно, монтируют взрослые, но придумывают сценарий, делают рисунки, озвучивают. Это ж, ну, это слезу прошибали эти фильмы. А они занимали какие-то места? Так, ну, я не помню, они участвовали ли вообще, потому что эти фильмы были настолько профессиональны. Ну вот, насколько это можно говорить, смешно звучит по отношению к 3-5-летним детям, но вот это был какой-то такой уровень совершенно другой, который я до сих пор не видел. Даже вот в этой перекладная мультипликация, она как бы самая простая, так называемая стоп-моушен мультипликация. А какие работы впечатлили вас? Ведь вы не только участвовали, но еще, я думаю, отсматривали, да, тоже эти работы. На самом деле забавно сказать, что мы не принимали участие, поскольку клуб «Садопуль» формирует жюри детское, то есть есть взрослые жюри, которые профессионально оценивают работы участников, а есть детское жюри, когда ребята сами проявляют инициативу и принимают участие в оценивании работ. У нас пока стоят вопросы о сдаче экзаменов, то есть в ближайшее время, и мы полностью погружены в учебу, но опять-таки есть какие-то увлечения, помимо фильмов, участия в таких фестивалях. Поэтому мы не принимали участие в оценивании работ. Есть младшие ребята в нашем клубе, которые с радостью каждый год оценивают и сами являются оцениваемыми другими. А во время фестиваля, когда, получается, собираются все люди в зале, там же показывают какие-то работы? Вы это смотрели? Это специальный малый зал у нас есть, и там вот крутили работы, туда приходили со школ разные дети, их смотрели. Но вот наши дети не приходили, потому что, к сожалению, вот так получается, что дети, которые хотят чего-то добиться в этой жизни, которым интересно жить, они и в учебе хотят проявиться, быть не последними. И им просто в старших классах сейчас физически некогда этим заниматься. Так иначе есть родители, которые постоянно говорят, ты, конечно, молодец, надо еще и учиться. Поэтому ты как бы пытаешься сделать акценты на своей жизни, делать приоритеты, выбирать какие-то более важные, более интересные. Так иначе приходится совмещать. Ну и вот, собственно, что имеем в итоге. Скажите, пожалуйста, я знаю, что на фестиваль присылают работа не только с Россией, из других вообще городов, но и с других стран, с Японии, например, с Канады. Откуда узнают о фестивале? Почему, собственно, присылают? Казалось бы, ведь Владивосток... Ну, это уже чисто знакомые. Вот кто-то общается со своими знакомыми, слухи идут. Ну, сарафанная молва, вот только так. Конечно, об этом фестивале у нас нет промоушена международного. Вот только так узнают. Как о теории семи рукопожатий? Я кому-то сказала, кому-то стало интересно, кто-то кому-то передал. И в итоге мы имеем ребят, которые говорят, да, я хочу принять участие, что для этого нужно, я полностью готова ко всему. То есть теория семи рукопожатий действует, да, работает в реальном мире. А чем отличаются фестивали детские от фестивалей взрослых? В рамках Меридианов Тихого у них проходят так называемые мастер-классы. Мы ходили на эти мастер-классы, но потом оказалось, что на самом деле, хотя они и называют это мастер-классами, это просто творческие встречи. Ну, приходим, и какой-то мэтр рассказывает о своей жизни, рассказывает, ну, обо всем, о чем угодно, что ему в голову в это время приходит, это мастер-классом, по нашему мнению, назвать нельзя. У нас же образовательная система, и мы, каждое наше действие направлено на то, чтобы что-то детям дать. И в рамках наших фестивалей большое количество мастер-классов, на которые приходили дети и чему-то учились. У нас было много профессиональных специалистов, которые вот в наше прагматичное время согласились просто бесплатно прийти и давать мастер-классы детям. Это из ВТРК приходили специалисты, давали мастер-классы по операторскому искусству, по искусству телеведущего. Но вообще это бесценный опыт, который для себя выносят дети с этих мастер-классов? Действительно ли они помогают им снимать кино как-то более качественно? Конечно, если человек пришел на часик, послушал, он, естественно, нельзя сказать, что он научился тут же снимать. Кроме теории, практика же нужна. Конечно. Но вот, кстати, отличие наших мастер-классов от мастер-классов наших старших братьев, я имею в виду, Меридианов Тихова, то, что детям надо все пощупать и самим сделать. Вот мы стараемся таким образом эти мастерские проводить, чтобы дети уже какой-то сделали продукт. Вот, например, мультипликационные мастер-классы они все вместе уже что-то рисовали, делали, снимали, и вот в конце был какой-то итог. То же самое там с 3D-анимацией, вот они итог какой-то делали и так далее, и так далее. Не везде это возможно, но где возможно, дети это делают практически. И, конечно, они при этом не научаются сразу же быть мастерами, но вот какая-то капелька, какая-то, знаете, зернышко забрасывается. Кому-то, конечно, мимо, а кому-то на плодородную почву забрасывается, и потом оно где-то прорастает, где-то выстреливает. Вы знаете, можно сказать, как участник фестиваля, то есть мастер-классов фестиваля прошлого года, я могу сказать, что это, во-первых, маленькое вдохновение, которое у тебя получается, рождается, вот как-то образуется в течение этого часа или полутора, в течение которого с тобой разговаривает взрослый человек, который уже имеет определенные достижения в своей области деятельности. И по возвращению домой ты думаешь, ну вот казахстан, самый обыкновенный человек, да, вот тоже две руки, две ноги, голова такая же, ну да, свои взгляды на жизнь, но он достигает каких-то целей определенных, которые он поставил для себя, еще, может быть, будучи в нашем возрасте. Почему я не могу так сделать? А оказывается, что такой же человек так же ходит по земле, дышит тем же самым воздухом, забавно, интересно, сразу мышление меняется в другую степень. Вот у нас был с Ярославля режиссер, руководитель тоже детской студии, они в прошлом году получили гран-при фестиваля, а в этом году он решил сам приехать. И вот он такой интересный проект предложил, по-моему, «Я не верю» называется, «Легенды Владивостока и мифы». Он здесь снимал и вот как-то оценивал там, вот что там под городом у нас, есть подземный город целый, вот, или что у нас идет до самого острова Русского, там, под землей, под заливом подземный ход, там, или что у нас по городу тигры ходят. И вот он брал наших детей с клуба «Следопыты», и они ездили, и уже какой-то фильм готовый, еще не смонтированный, но потом мы посмотрим, что из этого получилось. Это тоже вот такая форма необычной работы, где наши дети учились у мастера, и вместе с мастером делать готовый продукт. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Александр, буквально в двух словах расскажите, что ожидается на следующем фестивале «Веселая ларга» в 2015 году? Трудно сейчас сказать, что ожидается. Только вот перевели дух и утерли лоб после этого фестиваля. Будем работать, будем расширяться, будем искать спонсоров, что очень важно, потому что круг фестиваля расширяется, а уже город, образование города не может потянуть, по большому счету. Вот в этом году было немного материальных призов, потому что просто не на что охотелось бы, в общем, детей надо поощрять, и мы надеемся, что нас услышат важные и небедные люди, и которые станут спонсорами нашего фестиваля. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Это было «Время говорить». Увидимся завтра в это же время. Счастливо!